Получили мы посылку с Али. Наконец-то поменяем мы выключатели наши. Вот четыре штучки. Здесь вот такая вот в коробочке инструкция. И вот так вот упакован сам выключатель. Это сенсорный выключатель. Вот что-то в комплекте идёт. Дальше мы будем устанавливать. Я вам сниму установку, покажу. Вот он распакованный. Здесь идёт в такой защитной плёночке. Здесь вроде бы как стекло. Похоже на стекло. Хотя нет, скорее всего, это пластик. Да, пластик. Но смотрится неплохо. В наборе вот такой вот. И болтики. Вот установили мой выключатель. Этот вот в коридоре. Но вот смотрите, чёрный. Ну, мне кажется, как-то сильно бросается в глаза. Наверное, я буду тоже перекрашивать. Это вот пластиковая такая штука. Перекрашу акриловыми белыми красками. И всё. Будет, я думаю, поприятней. Также поставили вот здесь два туалета и ванна. Когда свет выключен, горит синим. Когда включен, вот свет горит красным цветом. Хорошо всё реагирует. Ну, можно, в принципе, так нажимать. Ну, мне вот удобно вот так точно попадёшь. Ну, что хочу сказать про эти выключатели. С одной стороны, да, это удобно. Ничего не клацает. Ну, приятный внешний вид. Но, знаете, вот когда вы выходите, например, с ванной комнаты, да, вы вот клацнули, и вы точно знаете, что свет выключен. А здесь, как бы, ты должен повернуть голову, обратить внимание, какой горит свет. Либо посмотреть в саму комнату. То есть, включился свет, выключился. Ну, более... Ну, я думаю, это дело привычки. Вот. Что по поводу кухни. У нас ещё есть такой четвёртый. Мы заказали четыре. Не получилось у нас. Мы установили его. Ну, здесь у нас стоят вверху светодиодные лампы. Их 12 штук. И когда ставишь этот выключатель, лампы при выключенном состоянии начинают мигать. Как указано было у продавца, что ставится конденсатор. Такая вот штучка, жёлтенькая, она идёт в наборе с этими выключателями. Ставится этот конденсатор, и лампы мигать не будут. Но мы поставили этот конденсатор, и видео смотрели, как он ставится. Думали, может, что-то не так мы делаем. Но лампы перестали мигать, но они горят. Не так ярко, когда свет включён. Но они горят. Поэтому, вот я не знаю, поставили мы старый. Как решить эту проблему, пока мы не знаем. Нужно будет пообщаться, может быть, с какими-то электриками. Может, нам что-то посоветуют. Может, какой-то другой конденсатор этот ставить, более мощный. Но получается, что свет всё равно в кухне горит. Вот если как-то решим эту проблему, потому что, я думаю, большинство сталкивается с этой проблемой. Или сталкивались. Я обязательно сниму видео и всё расскажу. Читала на сайте на Али. Многие пишут, что дело в лампах. Нужно менять лампы. Но мы довольно много денег потратили. Здесь стояли у прежних хозяев такой более жёлтый цвет ламп. Мы поменяли все на белый. Яркий такой. Но сейчас при дневном свете-то не так более заметно. И это немалые деньги. 12 ламп поменять. И сейчас за выключателя снова менять лампы как-то не вариант. Поэтому будем стараться как-то решить эту проблему. Потому что хотелось бы, чтобы выключатели были одинаковые. Потому что, смотрите, проходишь. И вот здесь такие. А там даже если купить более какой-то современный, лучше, всё равно это будет бросаться в глаза. И мне бы хотелось, чтобы стояли одинаковые выключатели. Так что буду держать вас в курсе. Может быть у кого-то также случалась вот такая проблема. И вы нашли решение её. Пожалуйста, также напишите в комментариях. Буду очень вам признательна. На улице просто ужасная жара. Решили мы купить вот такой вот кондиционер. Хайр. Как у нас холодильник. Сейчас найду, покажу вам. Так вот. Вот модель. Вот она. Распаковали мы уже. Сейчас покажу вам сам кондиционер. Ещё мне повесили. Вот. Вот это вот наружный блок. Ну, сплит-система получается. Называется. Он будет зимой. Греть можно. А летом охлаждать. Вот такой вот пульт. Идут батарейки сразу в комплекте. Всё на русском языке. Довольно-таки удобно. Ну, отдельно нужно будет покупать крепления. И отдельно трубки какие-то. В общем, когда поставим, я всё вам покажу. Хотим поставить именно вот. Вот сюда. В спальню. Потому что с гостиной сюда холод не доходит. И именно в спальне очень жарко. Вот сейчас приедут. Будем кондиционер устанавливать. Сейчас распакуем всё. Кстати, не показала, да, что входит вообще в набор. Именно в пульсе. Вот такие вот трубки. Вот какая-то штука. Вот такие вот резиновые. И шурупики. Ну, здесь инструкция. И ещё вот такая штука. Всё. Дальше какие-то трубки специальные. Их нужно отдельно покупать. И крепление отдельно будет. Когда уже поставят, всё вам покажу. Всё. Вот кондиционер установили. Почти три часа. Сейчас вот уберу. Здесь немного мусора убрала. Осталось полы промыть. Всё. Расставить на места. Тут чуть-чуть пыль убрала. Но всё равно, смотрите, сколько пыли. Прям долбили сильно вот эту вот стену. Всё в пыли. Сейчас надо всё убирать. Не понадобилось. Почему-то не использовали это всё. Вот теперь у нас... Не знаю, будет видно, нет. Один. И там получается вот второй. Вот теперь ещё второй. В общем, на одной стене. Теперь два. Висит. Один получается туда в спальню. И этот получается здесь. Всё. Я убрала всё. Везде всё повымывала. Пыли, конечно, было уже сколько. Вот сейчас покажу вам. Вот пульт. Смотрите, как светится. На самом кондиционере показывает, вот сколько градусов в квартире. Там датчик какой-то стоит. А вот на пульте сколько выставлено получается. Но я ещё точно не разбиралась, что тут, какие функции здесь. Если хотите, чтобы я сняла обзор на этот кондиционер, то ставьте лайки, комментарии, пишите. Я точно уже, да, мы попользуемся, ознакомлюсь со всеми функциями, чтобы обзор был полезный вам. Со всеми функциями, со всеми возможностями. Расскажу все плюсы и минусы кондиционера. Конечно, у меня на очереди стоит очень много. Мне нужно обзоров техники снять. Но, честно, пока времени абсолютно не хватает на это, на всё. Я вам обещала и стиральной машины обзор снять. И посудомойки, и варочная панель, духовой шкаф. В общем, очень много техники новой. И не успеваю я, конечно, но всё будет. Я обещаю, всё, конечно же, будет. На сегодня свой влог заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok